Вселенная Mortal Kombat насчитывает несколько десятков персонажей. Какие-то из них полюбились игрокам больше, какие-то меньше, какие-то стали проходными, а кто-то — Страйкер. Да, среди множества популярных персонажей, именно полицейский Кёртис Страйкер считается одним из самых худших, не слабых, персонажей по версии многих фанатов игры. Но в чём же причина? На самом деле Кёртис Страйкер должен был появиться ещё в первой части игры, но руководство компании решило, что в игре нужен хотя бы один женский персонаж. В итоге роль полицейского примерила на себя девушка по имени Соня Блэйд. Сам же Страйкер появился лишь в третьей части игры, как обычный полицейский в бейсболке с козырьком назад и в футболке. И данный персонаж вызвал довольно негативную реакцию у аудитории. Фанаты посчитали персонажа скучным и неинтересным из-за того, что у него отсутствовали сверхспособности. Все его приёмы были связаны с обычным оружием, таким как пистолет, гранаты, дубинка и электрошокер. Даже у Сони и Джакса были свои необычные способности, а у Страйкера ничего подобного не было. Также многие фанаты критиковали дизайн персонажа, мол он никак не вписывается в фантастический мир Mortal Kombat и выбивался из общей массы. Но несмотря на отсутствие способностей, Страйкер считается весьма мощным персонажем, который запросто может надрать зад сопернику. Но неприязнь фанатов определила будущее персонажа, в результате чего он длительное время не появлялся в играх серии MK. Его следующее появление произошло лишь в игре Mortal Kombat Amageddon, причём там он был представлен уже в совершенно новом костюме. Ну а далее он появился уже в перезапуске серии, а именно в игре Mortal Kombat 9-2011. Его костюм был похож на тот, к которому мы привыкли в игре Mortal Kombat 3, но на сей раз свою кепку он носил уже козырьком вперёд. Впрочем, его появление было весьма недолгим, и через некоторое время он был убит. После этого он был воскрешён, и его зомби-версия присоединилась к злодеям. В игре Mortal Kombat X воскрешённый Страйкер появлялся лишь в катсценах в первой половине игры, после чего о нём не было никаких упоминаний. В последний на сегодняшний момент части игры он так и не появился, несмотря на то, что туда вернулись многие погибшие персонажи в своём молодом обличии. А вам нравилось играть за Страйкера? Напишите пожалуйста в комментариях. Ну и конечно же я буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока.